Парни, делитесь секретами, о которых не подозревают девушки. Многие мужчины испытывают тревогу и... или депрессию, но у нас не принято говорить об этом. Мы будем немного раздражены, если ты поднимешь эту тему. Иногда мы писаем на следы от какашек в унитазе, потому что мы слишком ленивые, чтобы использовать ёршик. Если ты сделаешь комплимент по поводу моей внешности, скорее всего я запомню это навсегда. Я до сих пор помню, как впервые отрастил бороду и девушка в колледже мне сказала, что я выгляжу клёво. С тех пор так и хожу с бородой. Будучи взрослым мужиком, я не ожидаю, что ты спустя годы будешь выглядеть как супермодель. Да, иногда я вижу тебя такой же, как 30 лет назад и каждая морщинка и изъян исчезает. Да, иногда я вижу каждую морщинку и я знаю, где ты заработала каждую из них. Они тоже прекрасны. Ваши шансы получить от нас то, что вы хотите, увеличатся в сотни раз, если вы будете говорить с нами без намёков. Подписываюсь под этим, я была так расстроена своей второй половинкой из-за того, что он не понимал моих, казалось бы, прямых намёков. Иногда он раздосадованно отвечал мне, я не понимаю намёков, женщина, просто скажи, чего ты хочешь. Он реально помог наладить наше общение. Я не знаю, почему мы думаем, что не можем просить о чём-то напрямую. Мы не видим никакой проблемы в том, чтобы после душа вытереть одним полотенцем и лицо, и яйца. Как правило, сначала мы вытираем лицо, затем мошонку. Но иногда нам приходится вернуться обратно к лицу. В этот момент мы молимся, чтобы попалась незапачканная часть полотенца. Добавлено, незапачканная. Не, у меня чистые яйца после душа, чтобы вы понимали. Просто вытирать яйца, а потом лицо, это... ну такое. А на следующий день полотенце всё забывает и ресетится. Настоящее чудо природы. Если я хочу побыть один, это ещё не значит, что я не хочу быть с тобой. Просто в этот момент я не хочу быть с кем-либо в принципе. Дико это понимаю, иногда я чувствую, что не хочу вообще никакого общения, и не важно, насколько мы близки. Для меня даже дело не в том, что мне грустно, или я бы не хотел, чтобы кто-то был рядом. Иногда мне просто нужно время подумать и разложить все мысли по полочкам. Но если кто-то хочет тихонько побыть рядом, то это не проблема. Я не против составить компанию, просто хочу ментальной тишины. Да, я действительно считаю, что твои волосы выглядят хорошо. Они хорошо выглядели и до, и после твоей стрижки. Они хорошо выглядели и прямыми, и кудрявыми. Они выглядели хорошо и когда ты только проснулась, и когда ты привела их в порядок. Пока твои волосы выглядят как волосы, мне кажется, что это выглядит хорошо. Вот бы больше девушек это понимало. У меня ужасная прическа. Да, я знаю, я думаю, что это охренеть как прелестно. Плиз, просто будь милый. Серьезно, девушки не понимают, насколько хорошо они выглядят с нерасчесанными волосами. Чаще всего нам совсем не важно, куда пойти поесть, потому что мы голодные и просто хотим еды. Любой еды. Нам лишь бы мы оба могли поесть. В 99,9 случаев мне все равно. Я не пытаюсь перекинуть ответственность за выбор еды на тебя. Просто если выбор за мной, то я как бы могу приготовить макарон с сосисками, добавить туда кетчупа и вуаля, получится ужин. Но я знаю, что это недостаточно круто, поэтому выбираешь ты. К счастью, я нашел кое-кого, кто с радостью ест и такое, поэтому у нас не бывает дней, когда мы не можем определиться с едой. Мы просто открываем полки, холодильник и готовим что угодно. Мы не понимаем намеков. Если ты скажешь, я почти попала в аварию, я не восприму это всерьез. Просто подумаю, спасибо за предостережение, буду аккуратнее на дороге. Тонкие намеки не работают. Очевидные намеки не работают. Нам нужно все объяснять как детям, иначе это не работает. Когда я пытаюсь уловить намеки, я всегда что-то понимаю не так. Нет такого количества горячего секса, которое остановило бы нас от мастурбации при первом же уединении. Это два разных способа расслабиться, и секс с тобой только добавляет мне воспоминаний для очередной дрочки. Кивок. Когда ты видишь чела, которого ты не знаешь или недостаточно знаешь, чтобы подойти и заговорить с ним, ты немного киваешь головой, и он тебе кивает в ответ. Я говорил об этом со своей женой, и она подтвердила, что женщины так не делают. Но вместо этого иногда они улыбаются друг другу. Ментальная боль от того, что ты не можешь почесать у себя между ног в публичном месте. Мне требуется 100% силы воли, чтобы не делать этого. Этот зуд может сводить с ума, и эйфория от почесывания так прекрасна. Иногда я думаю, что собаки чувствуют примерно то же самое, когда им чешут за ухом. Есть причина, почему карманы в мужских штанах глубокие, достаточно глубокие, чтобы ты мог дотянуться до своих яиц. Дамы, вам нужно хорошенечко нам врезать и проорать, что есть сил, выеби меня прямо сейчас, чтобы мы уж точно поняли намек. Любой парень, выходя из душа, хотя бы раз использовал свою незапланированную эрекцию, чтобы удержать полотенце. Наш личный лакей. Мы дико хотим, чтобы вы нам все подкидывали, а не просто давали в руки. Когда я попросила мужа подтвердить это, он ответил, хе-хе, да, ловить вещи это весело. Лол, та же тема, я спросил у своего, и он ответил ровно так же. Как-то раз девушка мне сказала, что у меня классная стрижка, в итоге я не менял стрижку 4 года. Мы не можем двигать пенисом, не сжимая задницу. Не могу остановиться, помогите, ты только что заставил всех мужиков в интернете сжимать свои жопы, такую власть не купишь за деньги. То, что мы дофига времени проводим в душе, еще не значит, что мы дрочим. Пацаны тоже любят горячий душ, знаете ли. Да, иногда я просто отключаю мозг и стою под душем 5 минут. 40 часов. Я люблю обнимашки. Ты монстр, спорю, ты еще любишь держаться за руки. Ёбаные дегенераты, жесть. Я не пялись на тебя. Я завис, думая о том, как было бы клево открыть пивоварню в средневековой Англии, в то время, как мой взгляд случайно пал на тебя. Спасибо за просмотр. Парни, пишите о своих секретах в комментариях под этим видео. А также предлагаю вам посмотреть видео о секретах девушек. Парни, пишите о своих секретах. 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 Парни, пишите о своих секретах.